Всем привет! Сегодня расскажу как мы качаем мёд по просьбе. Многие просят, ну покажи как ты там качаешь мёд. Есть у тебя мёд? Чи нету мёда? Да, у меня мёда в этом году достаточно. Я уже качнул порядком. Вот. И вот показываю какие рамочки я качаю. Вот эта рамочка, видите? С мёдом полномёдно. И с этой стороны запечатана. Тут осталось немножко дозапечатать. Но она уже вес имеет хороший. Я её сейчас быстренько распечатаю. Я распечатываю простой вилочкой. Есть у меня вот ведро с водичкой, где мы можем руку пополоскать. Всё нормально. Вот. Для чего вилочкой простой распечатаю? Не ножиком. Ножиком очень много мёда идёт в отходы. Начинают люди резать вот так мёдом. Мёд, вернее, соту режут. Вот так мёд рекой течёт. Для любителя эта задача заключается сэкономить мёд, не пустить его в отходы. Для любителя, для меня лично, я имею около 50 семей. Я справляюсь одной вилочкой, как говорится. Не нанимаю людей. Всё экономно. И это очень важно. Для тех, которые занимаются бизнесом, им всё равно. Они имеют тысячи семей. Они у них специальные станки там обрезают, ставят. Это не важно для любителя. Для любителя нужно как можно экономичнее, как можно проще. И вот это такой вариант. Кастрюлька такая, на ширину рамочки. Видите, планочка. Простая. Я думаю, вы всегда найдёте. Вилочку найдёте. Это всё, что есть в доме, в хозяйстве. Это вам не тяжело. Качать это очень легко. Рамочку. Это, естественно, вы имеете. Вы достали рамочку. И принесли в ящички в корпусе. Вот один, второй, третий. Сколько вы там. И решили качнуть. Медагоночка стоит. Вот она. Потом расскажем за медагоночку. Ну, сначала мы подготавливаем рамочку. Мы не можем выкачать, потому что она запечатана. Обычно такие рамочки ставят в улик на зиму. Это на зиму вполне готовая рамочка. Вот так она ставится для зимовки. И с этой стороны вполне готовая. Такие рамочки, особенно, ну, кто любит оставлять мед на зиму, оставляется на зиму, и потому что это весенний мед. Сейчас май, 25 мая. Это очень хороший, качественный мед. Ну, я лично выбираю эти рамочки для себя. Мед кушаем сами. А потом уже что остаётся, за лето они добирают меда. Я уже добавляю с сахаром, и они дозапечатают, приблизительно догоняют до такого кондиции. Ну, а сейчас показываю, как я распечатываю. Вот так мы распечатываем. Музыка. 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 Вот так мы сделали одну сторону. Проверяем, мед не течёт. Если бы вы резали ножиком, то вы знаете, как струёй бы тёк мед. А этот чистейший, держится нормально. Переворачиваем на другую сторону. Тоже продолжаем так же. Вот. Исправляемся очень быстро. Музыка. 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 Итак, вот мы рамочку окончили. Многие пиарятся, говорят, посмотрите какое у меня оборудование. Но на это оборудование закладывают тысячи долларов. На это оборудование это экономично и рентабельно и доходно. Вы не закладываете сюда ничего. Для любительской пасеки это намного экономично. Вы экономите время свое, вы не считаете, но зато вы экономите все компактно, на месте, все при месте вам не надо покупать. Пчеловодство должно быть доходным. Если вы переплатили в этом году и в другом году переплатили, это у вас не доход, а расход, как говорится. Вот так мы чистим рамочку. Практически мед не течет тяжело. Берем и ставим ее в медагоночку. Вот поставили медагоночку. Медагоночка четырехрамочная у нас. Она имеет старинное. Надо рамочки вынимать, переворачивать. Новые медагонки продаются, разворачиваются туда-сюда. Ну, мне устраивает эта медагонка, потому что по вместительности покачки новые медагонки узкие. И надо сразу открывать кран, чтобы текла, тек мед сразу в ведро. Мне не надо сразу открывать кран. Я ставлю сюда и качаю. Вот я могу накачать два ведра вот таких вот. Два ведра вот таких накачиваются. Здесь медагонка имеет вот такой запас большой. Большой запас. И потом сливаю два ведра спокойно уже и никаких проблем. Что достоинства медагонки этой? Эта медагонка, некоторые задают, а почему не электрическая? Я старый человек или молодой человек. Сейчас всем нужна физкультура. Немножко покрутить рукой. Эта мышца разрабатывается. Человек долго живет и хорошее настроение. В основном сейчас люди на компьютере и сидят. И у них мышцы атрофированы и все. А здесь покрутил все нормально. Чувствую себя хорошо. Ячейка тут должна быть. Посмотрите, какая в сетке. Палец не пролазит. Не пролазит палец. Поэтому у меня рамки не выламываются. Посмотрите сюда. Рамка не выламывается. Хотя у меня сеточка, проволока. Это ты уже покачала? Это уже покачанная рамка. Видите, проволока вот так вот. Одна, вторая вот она стоит. Видите, на свет видно проволоку. Вертикальная проволока. Окей. Видно, да? Да, видно. Отлично. Это вот рамочка насквозь вертикальной проволоки. Она только сверху прикреплена, снизу не прикреплена. Эта сота не выломалась. Мы уже это качнули соту. Сейчас мы поставим еще одну рамочку и качнем. Покажем, как она качает. Закончили мы четвертую рамочку полную с медом. Не течет, как видите. Мед хороший, выставился в хорошей кондиции. Устанавливаем ее в медогонку. Вот так вот. Все должно быть баланс. Все в одну сторону смотрят. Если будет баланс, оно будет нормально, без вибраций крутиться. Ну, а сейчас мы руки сполоснем, чтобы ручка у нас не липла. И начнем крутить. Вот так она начинается крутиться. Крутим. Крутим недолго. Минутку. Полторы. Переворачиваем. Следующая минутка, полторы. Три минутки. И все. И мед медогонки. Он за счет центробегной силы выбрасывается на стенки. Пальцы туда совать нельзя. Отобьет сразу пальцы. Поэтому в многие медогонки закрывается крышка. Ну, я знаю глубину своей медогонки. Держу вот так вот, чтобы она, если что, не вибрировала. Вот такие обороты, уже знаю. Никогда не ломают соты. Никогда не ломают соты. Потому что маленькая ячейка на сеточках. Поэтому, если у вас ломают соты, поставьте сеточку внутрь, вырежьте. И будет у вас тоже все нормально. Прокрутите проволоку. Мед является антибиотиком. Никакая бактерия к нему не прилипает. Мед можно мазать на коже. Он убивает сверху все различные эти самые бактерии, некробы. И упитывается через кожу прямо у крови. Окей. Достаточно. Одна сторона достаточно. Сейчас перевернем на другую сторону. Вот так тормозим. Есть тормоза здесь, но мы их ими не пользуемся. Они мне нет надобности. Вот так берем рамочку. Одна сторона выкачана. Переворачиваем на другую сторону. Поворачиваем другую. Опять одна сторона выкачана. Переворачиваем на другую сторону. Эти две мы тоже перевернем. И еще одна. Еще минутку покрутим. И можно будет сливать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно. Считаю, что достаточно. Сейчас будем вынимать и смотреть. Вынимаем. Легкая. Видите, я двумя пальцами держу легонько. Она болтается. Видите, вся, вся, вся уже, как говорится, пусто. С этой стороны и с этой стороны пусто. Прекрасно. Ставим в ящик. Вот так вот ставим пустые. Это вот пустые. Это вот пустые, уже покачанные. Отставляем пустые. Вот. Смотрим следующую. Это тоже пустая совершенно. Видите, спокойно. Была полно. Да, вот видите, она немножко придавилась, потому что мед был. Но это всегда при качке можно чуть-чуть вот так поправить. Придавить вот сюда. Немножко меда остается сверху, как говорится. Ну и пчелам надо почистить же. Мы поставим это прямо в улик. Не будем ставить на улицы, чтобы и семья это все подчистит, подровняет соты, вылежит. Все будет прекрасно. Вот так мы подправились со всех сторон. Ставим на место. Следующую. Если старая сота, она вообще не выжимается. Вообще не выжимается старая сота. Нормально, крепко. Вот, очень хорошо. Так, смотрим следующую. Нормально. Видите, это трутни чуть-чуть остались. Я забрал их. Они нам все равно не нужны. Трутни вон торчат. Они померли, значит? Да, они, наверное, померли. Нет проблем. Видите, рамки, полоски вертикаль. Вот проволоку видно вертикально. Она только сверху прибита, овощенька. Снизу она не прибита. Она крепкая сота стоит, не выламывается. Некоторые задают вопросы. Ты пользуешься только вертикальной. Почему горизонтальной? Вы видели, качал. Полные соты. Никаких выламываний. Сота ровненькая. Вот так вот мы качаем. Так. Сейчас покажем, как сливаем. Итак. Подставляем ведро. Имеем мы ситечко такое. Двойное ситечко. Это чуть-чуть больше ячейка. Ситечко насквозь просвечивается. А это чуть-чуть меньше ячейка. Вот. Ставим на ведро. Вот так поставили на ведро. Открываем кран. И мед потек рекой. Садимся и смотрим, чтобы не перелилось ведро через верх. Вот и вся ситуация. Ждем, как течет мед. Вот поправляем чуть-чуть. Потому что иногда оно баланса не имеет. Чтобы оно ровно баланс был. Вот. Вся эта самая. Заброс и мелкий воск, который сверху. Он остается на верхнем ситечке. Еще мельче остается на нижнем ситечке. Вот так течет мед. Рекою. Наливаем ведро. Мед качественный. Майский мед. Который в этом году в нашей местности. Я взял апрельский и майский мед. Сейчас практически прекратился взяток. Такие ситуации всегда есть. И литературе описано. После взятка идет период малого взятка. Вернее, малый-малый-малый поддерживающий взяток. Практически упадок. Поэтому семьи иногда сокращают даже яйцекладку. Матки не дают сеять. Зальют все напрыском. И поэтому надо внимательно смотреть. Если есть посевы, подвести пчел на хорошие посевы. Сегодня 25 мая. Это уже, так сказать, последние... Последние, так сказать, рамки, которые я мог взять, больше не собираюсь брать. Разве что будет летом еще, когда за лето, может, что-то поднесут. Тогда мы можем еще взять что-то. Но это уже незначительно. Это у нас основной взяток весенний. Весенний взяток был очень хороший в этом году. Очень хороший. Каждая семья практически по корпусу меда дала. Это весьма хорошо. Это где-то больше, чем 3 литра. Не то. Около 2 галлонов. И это больше, чем 10 литров на семью. Мед очень пахучий в весеннем. И чуть-чуть чувствуется настоящий мед. Он не только сладкий, но он еще такой аж с горчинкой. Прямо аж так горлышко немножко дерет. Это очень качественный мед в этом году. Просто редко, когда захватываешь такой качественный мед. Иногда то погода холодная, то заморозки, то еще что-то. То семья не успела развернуться. В этом году, слава богу, развернули семьи хорошо. И отводки продали, и меда взяли достаточно. Так что... Ну, мед после того, когда мы сливаем. Вот баночка у нас стоит. Вот мы ссорили в баночке. Вот. Я покупал в магазине. Мне один год было плохо с медом. Потому что я продавал отводки. И пчелы не успели нарастить. Вот такая наклеечка в магазине продается. Вы тоже можете с наклеечкой. Мой сынок напечатал сюда наклеечку, когда мы качали этот мед. Чуть-чуть, сейчас света не видно. Ну, видно, видно. Вот наклеечка тоже. 5, 18, 19. То есть, 5 у нас идет месяц. Это значит мая. В мае, 18 числа, 19 года качали. После качки мы, желательно, большие коммерческие компании держат открытыми емкости. Я сразу сливаю в баночки и вот так ставлю крышечку. Не закрываю. На 2 недели ставлю крышечку. Вот. А потом можно закрывать, потому что мед бывает разной кондиции. Немножко больше влаги и она испаряется. И мед становится в хорошей кондиции. После того, как прошло 2-3 недели, мы можем запросто перевернуть крышечку и закрыть. Вот. Многие большие компании делают этот вопрос. Накрывают большие бочки сливные. Накрывают сеточкой или марлей, чтобы туда ни моль не попало, ни что. И этот мед выпаривается, стоит. То есть, и большие компании также подогревают этот мед, потому что мед, не кондиция идет. Хороший мед и напрыск идет. И они подогревают, и мед портится. И он теряет, запах теряет. Он только остается жидкий, имеется. И имеет товарный вид. Многие кидаются, хватают. Наклейка красивая и прочее. И вот я покупал с наклейкой хороший локал мед. Но он только сладкий был и не чувствовалось нормальности. Свой мед я всегда люблю. И друзья мои любят свой мед, потому что мы никогда не подогреваем. И сахара нет. Самое главное для себя держим, что этот мед качественный. Дает здоровье и мне, и друзьям моим. И очень приятно его кушать, потому что он качественный. Вот так мы сохраняем этот мед. Если крышечки так не ставят на 2 недели, то он портится быстрее? Если некоторые закрывают сразу, то он портится моментально. Поясню почему. Может скиснуть, потому что он не кондиция может быть. Может быть. Это ради того, чтобы мы качаем для себя. И стараемся дать этому меду возможность, чтобы он созрел. Дозрел, как говорится. Чтобы была кондиция. Мы стараемся более качественные рамки брать, как я уже показывал. Но не всегда получается. И где-то бывает что-то не кондиция. Поэтому гарантия дает того, что мы даем возможность выпариться ему. Должно 18% влаги быть в меде. Тогда он нормальный. Если воды больше, чем 18%, то мед может запортиться. Есть приборы, которые проверяются. Я не проверяю. У меня нет надобности. Я сам проверяю на вкус, на тест. Я не продаю мед в магазинах. Только друзьям и для себя, как говорится. Если человек взял такую баночку. Я говорю. Скушайте в течение 6 месяцев. Они говорят. Да мы ее за месяц скушаем. И кричат. Давай нам еще очень вкусный и хороший мед. Я говорю. Извините. Но у меня нет меда. Я не занимаюсь бизнесом. Я для себя, как любитель. И поэтому, если кому-то досталась баночка, он радуется, что достал такую хорошую баночку. Итак, посмотрим, что у нас тут. Как оно течет. Нельзя заливать полное. Потому что очень тяжелое. Очень тяжелое ведро с медом. Очень тяжелое. Чтобы оно не поломалось, как говорится. Вот. Сыточка мы сняли. Вот. Поставили отдельно. Вот. Ну, тут еще немножко дольем. Вот. В другое ведро, как говорится. Вот это около 5 галлонов ведро. Закрыть, чтобы оно не разлилось. Это меня товарищ попросил покачать ему мед. Я ему качнул. Свой я уже качнул заранее. Вот так вот ставится. Она упрессовывается. Вот через резинку. Прокладка. Все. Теперь он вот так вот возьмет его. Поставит в машину. И до дому довезет. И так подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Как душа желает. Задавайте вопросы. Может что-то не понравилось. Может что-то понравилось. Это ваша проблема. А это моя проблема. Я имею право выслушать всех вас. И с хорошим мнением. И с плохим мнением. Удачи вам. Жмите на колокольчик. У меня много интересных видео. Продолжайте смотреть все видео. У меня больше чем 260 видео. На разные темы, которые очень полезны для начинающих пчеловодов. Да и всех пчеловодов, которые даже имеют опыт, но мало имеют познания в пчеловодстве. Продолжение следует.